Чтобы наш ребят нам пользу приносил, нам нужно хороших людей любить. Абдуллах ибн Аль-Мубарак, он такой человек, который все стороны охватил пророка, везде старался подражать пророку, так что Рамадан Аль-Бути, Рахим Аллах говорит, «Я, говорит, не видел в этой уме человека более следующего, за пророком, более похожего на него, чем Абдуллах ибн Аль-Мубарак». Он был учеником имама Абу-Ханифа, Рахим Аллах. У него есть такие слова, «Я, говорит, люблю хороших людей, хоть к ним, говорит, я и не отношусь, я не люблю, говорит, плохих людей, хотя хуже, говорит, чем они». Видите, вот несмотря на все свои деяния, чтобы он был из Ибадата, во всех суннатах он следовал за пророком, но вместе с этим для него главным, что было, именно любовь к праведным людям. Вот поэтому нам нужно сделать акцент на то, чтобы мы любили правильных людей, чтобы мы искали, исследовали, спрашивали, узнавали, кто на самом деле, например, у нас в республике человек, который по-настоящему любит Всевышнего Аллаха. Кому этот дунел вообще неинтересен? Кто посвятил себя полностью народу? Не так от того, что человек Ильму изучил, а вот на самом деле, вот от души, которому вообще ничего не нужно, только хочет этому народу пользу принести. Это и есть признак того, что этот человек, он любит Всевышнего Аллаха. Видите, внешние признаки, человек, допустим, будет хафизом, будет алимом и так далее, этот же мир может ни о чем не говорить тоже. Вот нужно смотреть, именно он себя чему посвятил самому себе, требует он от других людей справедливости, жалуется он на людей, считает ли он себя самым лучшим из людей, или же этот человек, который никогда ни от кого не требовал справедливого отношения к себе, который полностью народу посвятил, несмотря на то, что люди себя как бы себя не вели, хорошо ведут, плохо ведут, они ему вредили, они о нем плохо говорили, никогда ни на кого не обижался. Всегда был готов, даже 20 лет ждал, когда же с этим человеком можно будет подружиться. Винил только самого себя. Вот настоящий последователь, наместник пророка, саламу алейкум ассалям. Вот от этого будет зависеть наше внутреннее состояние.